Это просто бомба. За весь год можно сделать на миллионах сорок. Круто, что обучают системно этим знаниям. Я не планировала о чем-то таком глобальном, масштабном. И что самое главное, что это не так сложно. Это серьезно. Я там когда лежу, думаю, господи, где моя муза? Где моя муза? Я не могу начать. Колоссальная история успеха, роста, но это все подкрепляется там большим трудом. Может стоить регистрация 80 рублей, но принесите на ноль. А может стоить тысячу, но принесите на 100 тысяч. Друзья, привет. Меня зовут Илья Терновой. Меня зовут Федор Спиридонов. Наверняка у вас возник вопрос, кто мы, почему вы на нас смотрите и что мы вообще здесь делаем. Ответ очень простой. Мы начинающие предприниматели, которые хотят изменить свою жизнь. Мы работали в традиционном бизнесе, а сейчас решили прийти в онлайн образование. Потому что, скажем так, нам несколько наскучила та деятельность, которой мы достаточно успешно занимались. Мы достигли определенного потолка и хотим качественно улучшить свою жизнь. Наверное, как и вы. И сегодня у нас вновь интересный гость, которого мы будем пытать своими вопросами. У нас сегодня в гостях человек, который создал онлайн-школу по экологичным инвестициям. Для людей, которые хотят зарабатывать 30% пассивно годовых. Да. Для кого-то тема инвестиций «Темный лес», как для Ильи или для меня. А у меня вообще есть негативный опыт. Пару раз вкладывался и обжегся. И поэтому есть такой бэкграунд, на основе которого я буду задавать вопросы. Каверзные колки. Потому что я скептически к этой теме отношусь. Мне кажется, что здесь попахивает шарлатанством. Так это или нет, мы узнаем вместе с вами. Сообща. Ценность этого интервью, которое вы посмотрите, будет не только в полезной информации, которую вы получите. Но также вы получите подарок от нашего продюсера онлайн-школы. Смотрите до конца и... Внимательно делайте это, пожалуйста. Потому что не будет стандартной ссылки в описании. Не найдетесь на эти ковришки. Нужно будет смотреть в оба. И тогда только вы поймете, что же это за презент и как его заполучить. Как и обещали сегодня с нами в студии очаровательная Анастасия Фазюленова. Привет. Привет, привет. Я очень рад познакомиться с тобой. Федя. Я тоже рад. Судя по-моему, я всегда тоже очень рад познакомиться. Расскажи, пожалуйста, что... Вот первый вопрос, да? Что такое экологичные инвестиции? Что такое школа экологичных инвестиций? Потому что я в инвестициях, как я уже ранее при встрече с тебе сказал, что я вообще темный лес. Кто-то, может быть, нас смотрит и тоже ничего не понимает. Вообще рынок инвестиций – это такая трудная тема, по мне так. Но ты говоришь, что это легко, поэтому, пожалуйста, да, давай. На самом деле, если открыть Forbes и посмотреть, так скажем, самых богатых людей мира, мы поймем, что у них источник дохода – это инвестирование. Вопрос, почему у широкой публики неизвестны такие вещи, что не нужно идти и открывать вклад под 4% годовых, если ты можешь проинвестировать в ОФЗ примерно с таким же риском, но с доходностью в 2,5 раза выше. ОФЗ? ОФЗ, да. Для тех, кто... Абъекты федерального займа, например, Пензе, Северодвинску, необходимы деньги на реконструкцию парка какого-то. И они привлекают как кредитование под низкий процент. Вот. И мы можем, как частные лица, дать им эти деньги и, собственно, через определенное время получить доходность. С каким доходом человек может, скажем так, пойти и вложить эти деньги? Можно начинать, ну, например, акция с «Газпрому» – полторы тысячи рублей. Вы уже можете стать акционером с «Газпрому». Полторы тысячи рублей вложили, уже можете получать доходность. Есть различные ETF – это как такой салатик, микс. Например, отдельно покупать акции дорого. Там «Газпрому» – полторы, там другие – там 10 тысяч. Есть те, которые стоят тысяч долларов. А ETF – это такая сборная солянка, где вы покупаете частички компании, не целую акцию, а частички. Они есть, например, можно инвестировать в экономику Китая. И прочее-прочее, купив на 20 тысяч рублей этот себе пакет. Но я не являюсь экспертом в данном курсе. Экспертом является человек на фондовом рынке, который обучает покупать акции, аппликации, фонды. На московской бирже торгуются акции российских компаний. У нас есть питерская биржа, где можно купить Amazon, Apple и прочее. Такие американские, немецкие фондовые биржи. И отдельный человек, мой партнер, Валера, по непубличным рынкам, то есть те компании, которые не вышли на IPO. То есть акции мы не можем их купить, но мы можем войти в долю за навык, например. Ну, прикольно, да, если говоря? Ну, то есть я не плачу тебе ничего, но если я обладаю компетенцией, которая позволит тебе приумножить твою прибыль как предпринимателя. Ну, грубо говоря, я говорю, слушай, дай мне 10%, а я вот тебе, например, сделаю это, не знаю, увеличу, не знаю, EBIT-ду, там, ворентабельность по EBIT-де на 12%. Ну, такое пронитивное соглашение, я вхожу в долю компании, там, просто за навыки свои. Это еще один спикер. Собственно, их два и все. Во сколько лет ты начала заниматься бизнесом и как ты пришла к онлайн-образованию? Я начала заниматься 18 лет бизнесом, поскольку я была танцором в прошлом, профессиональным, я решила, ну уж, если навык есть, то почему бы его не использовать, не заработать себе денежку. Приехала из Северодвинского в Москву, поступила в Руден и открыла школу танцев 18 лет. Вообще не планировала о чем-то, так по-моему, глобальном, масштабном, но через два года я участвовала в инвестсессии. К этому времени у меня было уже четыре филиала в Москве, один из которых Москва-Сити. Мы стали такими заметными конкурентами, проводили большие мероприятия. И поскольку у меня не было опыта в бизнесе, я просто делала, вот как чувствую, то есть со стороны клиента, то есть маркетинг, продажи вообще. То есть по наитию, да? По наитию, да, то есть как чувствовала. Ну, безусловно, потом в 19 лет, когда появились первые денежки, я пошла учиться. Через два года у меня уже была прибыльная компания, Касабланка, и я участвовала в инвестсессии. Там было 160 проектов, ну, в итоге каждый проект выходил, выступал, и я думаю, господи, ну, то есть мне точно ничего не дадут. Потому что, ну, как бы школа танцев, типа, что за сюр, да? Там, ну, танцуйте себе и танцуйте. В итоге мы стали единственными, кого мы проинвестировали по оценке 80 миллионов рублей через два года оффлайн бизнес. Ну, то есть это хорошо очень. В 22 года я поняла, что есть такой показатель, называется рентабельность собственного капитала, то есть времени. И поняла, что, как бы, у миллиардеров тоже, как бы, 24 часа в сутки, только, значит, куча вообще действий совершаю, хотя у меня была уже очень большая команда, то есть исполнительный директор, директор по развитию и прочее. Очень много действий совершаю, но на выходе у меня какая-то сильно печальная отдача, маржа и прочее, прочее. Я решила зафиксировать прибыль, и, собственно, после этого я вошла в проект «Искусственный интеллект в медицине». Я не знаю, сколько это интересно, как по всем. Нет, это интересно. Что за проект «Искусственный интеллект в медицине»? Это просто бомба, на самом деле. Мне это очень сильно нравится. Представляете, 82% из 100%, 82% людей, они не своевременно обращаются за помощью. Это означает, что они... Именно в России. Да, это российский рынок. Мы занимаем 119 место по здравоохранению, хотя мы все знаем, что здравоохранение у нас из валу национального продукта финансируется. И, казалось бы, у нас же большая страна, да, почему у нас именно 119 место, и почему у нас нет данной технологии передовых, на это денег нет, неважно. Вот, и, значит, мы переносим поликлинику в смартфоны, ну, в айфоны на текущий момент. То есть это анализ натурального текста, вы вводите, например, у меня будет голова. У нас сейчас мы работаем с двумя университетами имени Сеченова, ЮНГМСУ, и там студенты ординатура и врачи, ну, студенты, естественно, больше, они выполняют базу степотомайзера, то есть они вам задают вопросы, это как бы машинное обучение, и говорят о том, что предварительно у тебя вот такой диагноз, пожалуйста, там, прими вот такие-то меры, после этого идет схема монетизации, либо мы отправляем на анализы, там, партнерка, там, либо мы отправляем, ну, как агрегатор такой вот этих ягодных здоровья и прочих вещей. Мы думаем о том, что через пару лет можно будет говорить об эмансипации для того, чтобы уходить в регистратуры, то есть, грубо говоря, мы полностью убираем приемные отделения, то есть наша машина, мы хотим сделать так, чтобы у нее точность диагностирования заболевания была выше, потому что если вы приходите к врачу, он один вас смотрит, а у нас целый консилиум, и причем, поскольку очень мы постараемся, большой вход данных, ну, то есть большое количество пользователей обрабатывать и получать обратную связь, то есть было могло, не помогло и так далее. Таким образом мы будем повышать точность диагностирования. Глаза лезут на лоб, да, от такой информации, не, реально, это очень круто. Итак, что мы выяснили, да, школа танцев, которую ты продала, правильно? Да, и потом вот такой вот медицинский проект, да, получился. Как ты пришла к онлайн-образованию? Ну, это стала такая психологическая атака на меня, потому что, когда ты понимаешь, что ты только тратишь деньги, и как бы ты, как предприниматель, понимаешь, что я вот сейчас что-то создаю, да, ну, это что-то, это вот особенно вот этот IT-проект, который мы сейчас делаем, ну, это прям долгая история, да, то есть нужно очень много данных. Ну, это офлайн, да? Ну, это IT, это онлайн, это тоже онлайн, то есть это, ну, онлайн, да, я ушла из офлайна в онлайн, потому что мне не устраивало время свое инвестирую, ну, и, в принципе, в онлайне там люди другие, особенно в IT, там менталитет другой, то есть на зубах нет так много крови, да, условно. И я сама начала проходить разные курсы по финансированию, инвестированию на фондовом рынке. Начала этим заниматься, поняла, что, господи, ребята, вообще я могу там делать 24 годовых на капитал, и почему вообще, ну, как бы это несложно на самом деле, да, курсы стоят немало. Я вкладывался дважды, вот, в новые какие-то стартапы, в устоявшиеся стартапы, дважды, там, по рекомендации друзей. Причем это друзья, которые там вкладывают сразу в 10 проектов, там, какие-то под высокие проценты, они говорят сразу, что там 5 из них прогорают, с 5 я там выдергиваю, давай попробуем, давай попробуем. Ну, лишние 100 тысяч тоже терять не хочется, да, но так и происходит в большинстве случаев. Как понять то, что вот без всяких заумных, вот для обывателей пока, вот для обывателей. Это невозможно, потому что именно в этом и заключается то, что мы продаем. То есть вы не сможете, не обладая знаниями технического фундаментального анализа, не обладая знаниями анализа, я не знаю, просто, может, я говорю как-то сложно, но, в общем, необходимо в любом случае понимать коммерческие финансовые, если, например, мы говорим вот про твой кейс, да, необходимо понимать, собственно, как считается там EBITDA, на что смотреть, что такое чистая прибыль, что такое рентабельность по чистой прибыль, что такое ГАГР, то есть темп роста рынка, какой объем рынка для того, чтобы инвестировать. Если мы говорим про фондовый рынок, там есть технический фундаментальный анализ. То есть это то, что необходимо делать для того, чтобы как раз себя от этого, ну, от неудачной инвестиций защитить. Мы, конечно, топим за то, чтобы человек развивался сам, потому что у нас 28 уроков, ну, ребята, можно посмотреть, сделать домашку, мы подскажем, ответим на все вопросы, поддержим, пожалуйста, расскажем самого простого, как выбрать брокера, что такое фондовая биржа, почему там большинству людей эти знания недоступны, потому что они, правда, немножечко сложные, но если единожды сесть, да все сложное, там, где деньги, все сложное на самом деле. Но мы пытаемся это все упростить, разбить и дать людям, чтобы... В какое этап времени ты начала прямо погружаться, разбираться? Инвестирование? Да. Ну, поскольку пререкала инвестиции, это не считается. Вот именно личное инвестирование фондового рынка. Это был май. Продажа компании. Май? 18-го. 18-го года. Май 18-го года это практически года не прошло. Да два месяца на это хватит, хватит. Ну, мне просто это нравится. Два месяца тебе хватило, чтобы изучить этот рынок, чтобы понять и в них не все, все нюансы, и... Чтобы понять, кто эксперт, кто не эксперт, и как его отличить от эксперта. Я же не говорю о том, что слушайте меня, я эксперт, да? Я предприниматель, но я найду экспертов, я знаю, как их найти, как их отличить от вообще непонятных чуваков, да, которые просто мои деньги потратят и скажут, что из 10 проектов 5 залетят. Мы познакомились тогда с Валерой, это бизнес-партнер мой, и он является экспертом по непубличным рынкам. Перед тем, как ты расскажешь нам, как ты познакомилась с акселератором, да, я знаю, что у тебя есть очень интересная история, связанная с Дмитрием Юрченко, который однажды чуть не развалил твой бизнес и оставил тебя вообще без твоего детища. Давай, смело! Ну, что произошло? Вот эта Касабланка мы снимали на Шабловской 23 пространство, и снимали нормально, там, тысяча, полторы, может быть, я уже точно не помню, в час. Значит, приходит Дмитрий Юрченко, да, и говорит то, что, ребят, теперь я субарендатор, и теперь, как бы, я вам буду переставать пространство и повышает нам просто, не знаю, 30-50% сразу, одним днем, без предупреждения, без каких-то обсуждений. У нас вот группы прямо сейчас идут, мы уже сделали набор, а в школе танцев именно так, ты делаешь набор, там, раз в месяц ты их ведешь. Ну, то есть дополнительные косты, это очень сильно бьет по карману, и ты вообще можешь именно сойти. Собственно, ну, на самом деле, вот сейчас, оборачиваясь назад, я понимаю, что спасибо, Диме, это была точка роста, потому что я просто, не знаю, как подорванная, бегала по всем этим залам, в итоге мы нашли залы гораздо дешевле, и вот в разных точках открыли сразу несколько филиалов, людей разбросали, где кому удобно, и таким образом мы, на самом деле, за год, за 15-м это произошло, в 16-м я уже была с хорошей, хорошей бизнес-планом, финмоделью и привлекала деньги. Все случается не случайно. Не стоит, да, не стоит плакаться, если у вас проблемы, это, наверное, все-таки может послужить трамплином, да? Да. И в какой момент, когда ты вновь столкнулась с Димой? Слушайте, ну, у «Акселератора» вообще реклама была везде. Я знаю, что у Димы были интересные проекты, там, может быть, не все успешные, но интересные, да? И я посмотрела, что он сейчас делает, я поняла, что мне это интересно. Чек такой большой у них, да? Мне стало даже интересно изнутри посмотреть, как они за полтора, за 300 тысяч рублей продают свои курсы, что же они там делают. Потому что у меня уже была идея школы инвестиций, да, онлайн, и это такой некий копипаст все равно. То есть ты постоянно смотришь, кто продает дорого, ты думаешь, блин, вообще, чувак, в чем у тебя, в чем фишка? В чем церковь? Да, в чем твоя киллер-фича, так пойти называют, да? И, собственно, я зашла в «Акселератор», и я сильно удивилась, что очень качественно все сделано. Ну, конечно, мне было страшно распрощаться с денежкой. А с какой денежкой ты попрощал? Три сотни, 300 тысяч. Не жалко было потрачено деньги? Абсолютно нет. Ну, то есть эти деньги стоят того, и ты получила все то, что хотела получить? Даже не с позиции рекламы, на самом деле. Я искренне рада и удивлена, что это хороший продукт, потому что хороших продуктов очень мало на рынке. И это правда, что мы обсуждали вначале, что когда идешь, непонятно вообще, что ожидать. Там звонишь, трубки не берут, пишешь, никто не отвечает. То есть это как-то раздражает. И здесь меня куратор сам пушит, постоянно мне звонят, какие-то вообще активности предлагают, подписывают. Ну, мне это очень нравится. У них очень круто выстроена вот именно эта вот система введения и система комьюнити. Наиболее полезный, скажем так, инсайт или то, что ты получила в «Акселе», это комьюнити и? Комьюнити на втором месте. На первом месте это все-таки, на самом деле, информация. Потому что мне бы пришлось ее... Я бы ее, конечно, нашла, я бы узнала, я бы спросила. Но когда у тебя она скомпонована, да, по блокам, и ты понимаешь, что реально путь-то он прописан, я просто звоню и пишу куратору конкретный вопрос, и мне отвечают. То есть мне это вот очень нравится в «Акселераторе», то, что мне не говорят, там, Анастасия, как же так, вот у вас модуль 5, 1, троп, 4, 12, да, посмотрите, присмотреть. Ну, мне просто дают контакты людей, вот есть юристы, пожалуйста, вот есть кто там ваш лендинг посмотрит, кто там рекламу настроит и так далее. Это тоже очень сокращает время. Что очень ценится, наверное, да? Потому что, ну, самостоятельно там искать контакты юристов, да, проверенных, например, или там таргетологов тех же, да, вот, пожалуйста, на, держи. А когда ты запустила онлайн-школу? Мы с Валерой Золотухиным, с бизнес-партнером познакомились в июне и решили делать школу, а запустили мы ее в ноябре. В ноябре? Нет, в октябре. В октябре, то есть получается октябрь-ноябрь, декабрь, январь, четыре, там, ну, условно, да, четыре месяца? Сейчас январь, три, да. Мы сработали, например, в декабре, сейчас, в декабре, это перед Новым годом, ноябре, 12 тысяч долларов. То есть маржа 6 тысяч долларов. Это уже после налогообложения. То есть мы даже еще налоги не платили, но я считаю шестерку, 6% у нас, да, ИПшка у нас. Как бы я все это закладываю, вот, это 50%. То есть 6 тысяч долларов – это чистый доход. Это учитывая, что мы сейчас очень много реинвестируем. То есть я сразу же вкладываю, вычитая из чистого дохода, на будущий период, до следующего месяца в маркетинг очень много денег. За весь год можно сделать, ну, не знаю, на миллионов сорок. В общем, мне нравится, что это стоит свечи? Ну, это прибыль, да, это прибыль. Учитывая, что мы пытаемся, естественно, увеличить маржинальность, то есть всячески сейчас мы много вливаем в маркетинг. Ну, безусловно, игра стоит свечи, да, это круто. И что самое главное, что это не так сложно. Это серьезно. Скажи, пожалуйста, ты можешь сказать с уверенностью, что людям, которые хотят там сделать свою онлайн-школу, нужно проходить обучение в Северах? Это возможность быстро получить информацию, которая уже была тестирована на ряде других школ. Это доступ к базе. То есть они же дают нам информацию такую. Вот была такая школа, вот такая школа, вот такая школа. Мы же все сливаем им данные, конверсии и так далее. И они могут проанализировать, что является в этой нише эффективным, что неэффективным. Вообще конкурентов хочу рассматривать. Не конкурентов, а вот, ну да, конкурентов и, в принципе, обучающие курсы как что-то, как будто это ваш шпион. Вы его заслали, он два года в этом разбирался, смотрел там, что-то делал, ошибался, гипотезы тестировал, деньги колоссальные вкладывал. И через два года к вам приходит, у него Windows уже другой, у него продукт уже другой. Почему бы его не купить, чтобы изнутри посмотреть? У меня изначально вот такая вот была циничная позиция по отношению вот к акселератору, потому что меня удивили их чеки в России. Целевая аудитория. Как вы находитесь определить целевую аудиторию для акционера? Есть такой инструмент, называется кастома-девелопмент. Это когда это проблемное интервьюирование. И тогда мы встречаемся с человеком и говорим, расскажи про твой прошлый опыт, про как мы только что общались, например, я приду домой и запишу вот тебя в кастдев. И ты говоришь, слушай, 5-10 проектов мне друзья посоветовали, вложился и там ничего не полетело. Это проблема. Я понимаю, это мой клиент. Я знаю уже проблему. Я могу дать решение. Это обучение, после которого не друзья будут советовать, которые, возможно, некомпетентны принимать решение. А ты сам будешь разбираться в том, куда инвестировать и куда нет. Это же реально колоссальное преумножение средств. Ну, короче, тебя попробовать нужно, чтобы просто понять, что, не знаю, полтора-два процента в месяц это реально. Но это очень приятно. Особенно, когда ты доливаешь, сложный процент начинает работать. Это очень хорошие деньги. Скажи, пожалуйста, вот три самых крутых инсайта из акселератора, какие ты вынесла? Онлайн-школа – это четыре составляющих. Если улучшать ежемесячно эти все составляющие на один процентик, можно стать миллионером. Просто очень быстро. Четыре составляющих этапа? Ну, вебинар. Ну, то есть посадка, вебинар, трафик, команда. И причем, что круто, что обучают системно этим знанием. Ну, то есть, если раньше, то нужно… Ну, я искала там что-то про команду, про мотивацию. В интернете сейчас захожу и вижу, мотивация, вот такая-то. Столько-то процентов. А если ты будешь сотрудничать, там, с ИП, там, 6% или 15%, столько-то будешь платить. То есть, мне вообще, у меня от какой-то… от лишних временных затрат меня ограничили в акселераторе. Это второй момент, то, что крутые кураторы, я могу очень быстро и точно получить ответ. Ну, то есть, тут даже ценность не самой информации, а ценность того, что я могу просто, там, даже ничего не проходить, а получать обратную связь. Третье – инсайт. То, что, на самом деле, много людей в России, которые готовы платить полтора миллиона за обучения. Ну, для меня это вообще было что-то с чем-то, то есть, и за годовое, но это странно для меня. И четвертый – есть всего три ключевые метрики, на которые нужно смотреть. Все остальное – это, в общем, пантики. Основное, естественно, это процент в продажу, это процент выставления, и процент именно доходимости на вебинар. И если просто этими циферками играть, вообще, там, на 0,5 процентика, ну, это происходит какой-то мэджик. То есть, там, чуть-чуть, буквально, там, поменяли слайдик, это повлияло, там, 0,3 процента конверсии, и уже совершенно другие деньги. Ну, вот. То есть, даже стоимость регистрации не настолько важна, насколько… Ну, то есть, может стоить регистрация 80 рублей, на принесительном ноль, а может стоить тысячу, но принесительном сто тысяч. То есть, стоимость, ну, такая, не самая важная личная. Ты, как молодой предприниматель, тоже, опять, такой сейчас шорт-лист. Для предпринимателя три качества, просто, которые, вот, должны быть обязательны. Наверное, первое – это умение видеть в людях амбиции на старте. То есть, когда они еще не стали суперспециалистами, а они выросли внутри твоей команды. Тогда они максимально лояльны, тогда они максимально дешево для тебя стоят, и тогда они, естественно, тебе очень сильно благодарны. Второе – это, конечно, нежно-грубый менеджмент, назову это так. Нежно-грубый менеджмент. То есть, у меня сотрудники, они возвращаются. У меня когда в Косвиланке вообще нулевая текучка. Хотя я вообще, я добрый человек, но я строгий человек. То есть, мне нужно знать, если что-то не произошло, то почему? Объясни, если ты не справляешься, значит, может быть, ты воруешь у меня деньги. Ну, в смысле, из бизнеса, значит, соответствующая компетенция. Но мне люди возвращаются, говорят, Анастасия, где вы сейчас работаете? Давайте мы будем с вами работать. И я просто, на самом деле, спрашиваю, мне интересно, что делать? Ну, это самое мнение, тогда... Да ладно, шутка. Я спрашиваю, типа, а что, почему? Потому что есть как бы строгость, а есть самодурство. Вот в России очень много самодурства. Я сказала, типа, делай. Вообще непонятно, что делать. Хаос. И там, люди не понимают, куда бежать, что им делать, что от них зависит, какие метрики к ним подцеплены. Третий момент, это, конечно, разрабатывать крутую систему адаптации. То есть, заставить себя, это дико скучно, неинтересно. То есть, вы себя таким образом от операционки очень сильно, очень быстро отодвинете. Ну, берете, вы понимаете, что вам вот такие-то бизнес-процессы. Под каждый бизнес-процесс определенные кадры, люди. И вы эти бизнес-процессы описываете, рассказываете, как человек должен действовать в том или ином, в той или иной ситуации. Не то, что скрипты, да, нет. Именно кому обращаться до того, чтобы вопрос решить, чтобы вас не дергали, чтобы не было 50 чатов в WhatsApp. И когда это описано, и у каждого, например, у меня там, просто Google Диск, каждая папка, брошюра для куратора, если мы онлайн-шку уберем, брошюра для менеджера по продажам, брошюра для директора по продукту, брошюра для экспертов, например, для экспертов. Там прописано, как мы делаем презентацию, кто делает презентацию, когда мы созваниваемся для репетиции, как часто мы созваниваемся для репетиции. То есть, у них нет вопросов. Наверное, вырабатывать в себе понимание, что предприниматели это не только прекрасные выходы в свет и прекрасные, интересные люди вокруг, а это еще и действительно очень нутная и порой неинтересная работа. Еще четвертый момент. Я прочитала недавно книгу очень крутую. Называется «Мотивация – это миф». То есть, мотивация – это не искра перед действием. Ну, то есть, знаете, я там когда лежу, думаю, господи, где моя муза? Где моя муза? Я не могу начать. Она возникает уже в момент, когда мы совершили действие. Например, я не хочу идти на фитнес, она такой простой. Но я вскакиваю, это реально мой кейс, немножко такой сумасшедший. Я вскакиваю, выхожу на улицу и все. Раз, у меня первая такая, первая галочка. Я уже с собой горжусь. И в этот момент возникает мотивация просто идти дальше. Я сделала шаг, у меня опять мотивация. То есть, чем больше мы и чем масштабнее мы делаем действия, то сначала первичное действие. Поэтапно разбить, даже если, несмотря на то, что ты поставил себе большую цель, жаль, разбить ее по маленьким шажочкам. Встать с дивана, как минимум, раздождается. Придется быть собранным. Ну, ушло то время, когда можно было быть троечником. Нет, можно быть троечником. Но я говорю, не с позиции того, что у меня там в зачетке пятерки, а с позиции отношения к делу. Но троечник, наверное, на определенном уровне. То есть, если ты хочешь пробить потолок, необходимо быть личником, делать все вовремя, в срок, не подводить сотрудников. Вот я, например, плачу же людям деньги. Захожу на их профиль в Инстаграме, я смотрю на мои деньги, которые я плачу этим людям, живут их дети, их родственники. И я понимаю, что на мне колоссальная ответственность. Как я могу быть ахтунгом, подводить людей? Как я могу не отвечать за то, что я им обещаю? Как я могу, не знаю, не быть такой сильной передовой, которая будет, ну, не знаю, как-то их мотивировать. То есть, сейчас мы, как предприниматели, бьемся за крутые кадры, потому что люди решают все. Подводя итоги нашего интервью, нашего диалога, хочется вот последние вот эти вот фразы от тебя, да, вынести прям апострофом каким-то, написать по ним книгу. Не, реально. Так что, ребята, не бойтесь, делайте, спрашивайте, будьте уверены. За онлайн-образованием будущее. 100%. Вряд ли будет в стандартном понимании университета, когда мне нужно было эти налоги ножками. Ну, это не нужно, это время. Бережит. Бережит, да. Бережит. Друзья, ну и осталась самая приятная часть для некоторых нашего интервью. Это, конечно же, подарок. Бонус всем тем, кто посмотрел это интервью с очаровательной Настей от проекта Акционер. Скидка 60%. Да? На пакет, то есть пакет бизнес, пакет стандарт. Это важно было уточнить. Так что, друзья, я вас поздравляю. Спасибо. Настя, спасибо тебе большое. Очень интересное интервью было, и я не думал, что молодежи могу что-то почерпнуть. но все получилось. Давай, удачи тебе в дела. Спасибо. Спасибо. Всем пока, друзья, подписывайтесь на нас, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить следующее наше интервью с очередным интересным человеком. Очень было приятно с ней общаться. Во-первых, с той точки зрения, потому что я старше ее на 10 лет, но и не испытывал, знаешь, какого-то неудобства, то, что она в свои 23 достигла гораздо больших результатов. открыто, приятно было общаться. Это очень важно, наверное, для человека, который работает с людьми, который берет на себя ответственность быть руководителем, как она правильно подметила, не быть самодуром, а быть человеком, который взвешенный. Ответственным за тех, Ответственным быть взвешенным и быть приятным в общении. Тогда к тебе люди будут тянуться, тогда ты будешь тоже максимально производительный, результативен. Ну и она очень правильные вещи сказала там про тайм-менеджмент, про планирование. Конечно, немного другие ответы получил. Они отличались от ожидаемых, когда она говорила о качестве, которым должен обладать предприниматель. Она скорее сказала не о качествах, которые он должен вырабатывать, То есть качество это быть обязательным, ответственным, то есть, наверное, как-то так я это все воспринимаю. Она потом в дальнейшем разговоре все это раскрыла. Нет, обязательно ответственность, это у нее может быть как-то априори уже, эта функция. Она молодец. Мне интересно было слушать про инсайду, что достаточно большое количество инвесторов проживает в Израиле. Опять-таки, в Эбей есть смысл тоже пойти, поучиться, чтобы разговаривать с людьми на одном языке, если ты хочешь привлекать инвесторов. Что тебе понравилось еще? Какую полезность ты почерпнул? Ну, это сообщество. Я, честно, пообщавшись, просто вдохновился, потому что какая-то там колоссальная история успеха, роста, но это все подкрепляется большим трудом. Слушай, ей 23, она 6 лет занимается бизнесом, 17 лет. Осознанность такая в таком раннем возрасте пришла. Ну, это круто. Это круто. Это от желания жить хорошо. Вау. И, наверное, от желания быть успешнее. Не знаю, такие люди, короче, притягивают к себе. Да. Слушай, было интересное интервью. Я думаю, что, как и мы, зарядились наши зрители, и это тоже будет таким импульсом к действию. Вот. Потому что в наших интервью присутствуют совершенно разные персонажи. Вот видишь, разные мнения, разные судьбы. И вот, ну, там, Настя, она обладает аналитическим складом ума, да? То есть, она, понимаешь, каждый свой шаг, как я вижу, она анализирует, просчитывает по 0,3% берет отсчет. Кстати, это было очень забавно, что говорит, ну, там, на 0,2, на 5%, на 3%. Да, и, конечно, ты, понимаешь, как с мелочью с этим. В общем, разбираешься, это неважно, она, как бы, невзираешь на эти показатели. Она, вот, видишь, что это как-то... Она правильно сказала, мелочи очень важны. Мелочи очень важны. Это так. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!